Всем привет! Меня зовут Александр Ефимов и вы в гостях у компании Папилон. Сегодня я рад приветствовать вас на выставке реклама 2023 возле огромного супер-мега мощного станка Волк 1804 с четырьмя i3200 головами, расположенном в шахматном порядке. Этот чудовищный аппарат способен развивать скорость до 140 квадратных метров в час. На более узкой пленке, которая у нас здесь, ребята реально разгоняли его до 130 метров в час. Программа показывает это. Электроника Хатсон. Все достаточно стандартно и очень похоже на наш продаваемый, уже, можно сказать, ставший хитом Heavy Duty аппарат 1802 на одной или двух печатающих головах i3200. Это его, так сказать, продолжение уже в увеличении скорости. Давайте я расскажу вам в духе отличия, так сказать, этого станка от нашего базового. Погнали! Итак, мы имеем каретку с четырьмя печатающими головами Epson i3200. Они расположены в шахматном порядке. Таким образом, добавляя каждую следующую печатающую голову, вы увеличиваете скорость вашей машины. Парковочный узел здесь организован достаточно стандартно. Тем не менее, давайте я вам его покажу. Четыре парковки в шахматном порядке. Вайпер общий. Это ускоряет чистку. Каждую голову по очереди чистить. Здесь это очень будет долго. Имеется ручной привод. Фонарь для обслуживания. Здесь все достаточно стандартно. Мощная рельса Hewin. Ремень, моторы. Все достаточно стандартно тут тоже. Но, и что интересно, ролики прижимные и расположены достаточно часто. И имеют регулировку натяжения. И можно каждый из этих роликов поднять над материалом. То есть, видите, ролик поднимается. И он уже больше не закатает вам в пленку, если вам это не нужно. Если у вас какие-то волны, вам нужно через один ролик поднять. Регулярно я вижу такие решения где-то в печатных производствах. Когда подкладывают какие-то бумажки, палочки, кусочки пластика. Чтобы поднять некоторые ролики. Бывают материалы, на которых это полезно. Здесь это реализовано уже с завода. Пожалуйста, пользуйтесь и радуйтесь. Отбойники аварийные присутствуют с левой и правой стороны станка. Вакуум также регулируется отсюда. Основное, самое большое отличие в том, что данный станок значительно выше, чем его предшественник. И имеет расширенную, более мощную систему сушки. Давайте зайдем с обратной стороны. У этой машины уже есть две инфракрасные сушки. Вот я их вам показываю. Опля, залезли. Один ряд инфракрасных ламп, потом ряд вентиляторов идет. И второй ряд инфракрасных ламп. Каждый ряд, будьте осторожны, это очень мощный аппарат. Каждый ряд инфракрасных ламп забирает 12 ампер. То есть, если вы будете подключать этот станок где-то у вас, обычной 16 амперной розетки здесь не хватит. У вас получается 12 ампер плюс 12 ампер, плюс еще 4 ампера. Это нагрев столов. Что касается нагрева столов, то здесь стандартный, опять же, контроллер идет. Имеет три зоны. Предварительная сушка, зона печати и постпечатная зона. Здесь стол постпечатный, естественно, больше, потому что здесь все больше. Гораздо шире стол печатный. Имеет отверстие для вакуума. И что очень немаловажно, при печатном столе такого размера, имеется тонкая подстройка поверхности стола. Так, чтобы инженер имел возможность выстроить вам станок. В идеал, если где-то при перевозке или по каким-то причинам возник перекус печатающего стола, его можно отстроить очень детально. Это делается на заводе производителя, но и имеется возможность это сделать. То есть, когда на станке есть вот такие штуки, это прям хорошо. Далее, что у нас здесь еще? Это потенциометр, который изменяет мощность нагревающихся наших элементов, наших инфракрасных сушек. Три автомата и общий автомат на весь станок. Все завязано на один кабель питания. Очень мощный здесь. Сразу и печки, и станок, все в одном флаконе, так сказать. И отдельным кабелем питания. У нас, опять же, система подмотки двухмоторной, обращаю внимание. То есть, с левой стороны и с правой стороны имеется мотор подмотки. Также с реверсом можно прямую намотку делать, обратную. То есть, изображением наружу, изображением внутрь. По вашему вкусу. Колеса с тормозами, стопора, ножки тоже все это есть. Трубки для сброса идут сюда, в бутылку. Также все по стандарту. В общей сложности это обычный экофиксальвентный станок. Шириной рабочего поля 1,8 метра, но с очень большой скоростью. Естественно, мы здесь на выставке его испытывали в разных режимах. Можно включать, печатать на одной голове, на двух, на четырех головах. И, конечно, он доказывает то утверждение, что станок на четырех головах никогда не будет печатать с таким качеством детализации, как станок, оснащенный одной печатающей головой. Поэтому вы имеете возможность или разгоняться до безумных скоростей, но не на супервысоком качестве. Либо же, если вам нужен супер качественный отпечаток, то вы можете отключить все головы, кроме одной. Работать на одной печатающей голове и получать отпечаток прекрасного качества. Еще что я вам хотел показать по этой машине, это система подачи чернил. Чем она интересна здесь? У нас огромные емкости, и они оснащены вот такими автономными, вот этими стандартными датчиками, которые покажут вам, когда чернила упадут ниже определенного уровня. Там поплавок, герконовый сенсор. Давайте заглянем внутрь. Вон он металлический, качественный у нас идет шток с герконовым сенсором. И если у вас ниже определенного уровня падают чернила, а жрет он их, я вам хочу сказать, на такой скорости очень быстро, то вы об этом узнаете, потому что вот эта плата будет пищать, и светодиод будет светиться. Здесь идет система разветвляющихся трубок. Ребята уже здесь поработали, потому что этот станок запускали сначала всего на одной печатающей голове, а потом добавляли к нему еще три. И пришлось немножко здесь все перебирать. Дальше это все разветвляется. Везде имеются запорные механизмы. Очень полезная эта штука для того, чтобы можно было перезарядить станок как на две головы, так и на четыре изначально со старта. Все достаточно просто, никаких хитрых переходников здесь нет. Просто тройники и силиконовые трубки. Так что в обслуживании эта машина будет категорически простая. Соответственно, емкость у нас высоко, поэтому демперы этот аппарат имеют клапанные. Имейте это в виду. С вами был я, Александр Ефимов, а вы были в гостях у компании Папилонс. Конечно же, я прошу вас ставить лайки, пересылать это видео и оставлять комментарии под видео. Буду стараться лично отвечать на все ваши комментарии. Все лучшее только в компании Папилонс. Был всех рад видеть. Всем пока!